Добрый день, Мамай Владимир Владимирович, защитник по ходатайству. Можете пояснить, что произошло? Произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Так, понятно. Какое имеет отношение мой доверитель? Он был водителем данного автомобиля BMW. Чем это подтверждается? Объяснениями. Чьими? Гражданке, которая находилась на пассажирском месте в этом автомобиле. В каком автомобиле? BMW. А где эта гражданка? Можно ее увидеть? Уже все оформление закончено. Вы разъясняли права моему доверителю? Разъяснял. Вы говорили о том, что у него имеется право на защитника? Говорил. Он вам говорил о том, что защитник сейчас подойдет? Ну, в момент оформления нет. Процедуру ввели без моего участника, защитника. Правильно я вас понимаю? Да. Хорошо. Такой вопрос. Вы уже протокол составили или только составляете? Материал уже все составлен. То есть составлен без защитника. Правильно я понимаю? Можно ознакомиться с материалами дела? Потому что материалы и подавитель. Почему тогда мой подавитель здесь находится? Вы его задерживаете или что? Мы его не задерживаем. Вас не задерживают? Он с нами находится, общается после оформления. С какой целью вы здесь общаетесь? Выходить из машины? Да, свободно. Вы свободно выходить из машины, если только что сказали. Сотрудник сказал, что вы свободны. С вами отдельно сейчас побеседуем. Протокол составлен, весь материал составлен без моего участия. И ознакомиться вы сейчас отказываетесь предоставить с материалами дела. Вы понимаете то, что материал составлен без вас? Материал был составлен на тот момент... Это я уже понял. Мы сейчас хотим ознакомиться. С чем вы хотите ознакомиться? С материалами дела. С объяснениями, со всеми вопросами, чтобы заявить ходатайство соответствующее. Так какие ходатайства, если уже все закончено, процедура проведена, оформление... Кто составлял материал? Несколько, пару экипажей здесь было. Конкретно должностное лицо составившее протокол, потому что он будет нести соответствующую ответственность. У меня этих материалов нет. Хорошо, давайте по-другому сформулирую вопрос. Вы конкретно составляли этот материал? Лично вы? По ДТП нет. А по чем вы составляли? По процедуре освидетельствования. Ага, по процедуре освидетельствования. Покажите, пожалуйста, материал, который вы составляли. Присаживайтесь, пожалуйста. Если у нас приедет служба эвакуации на специализированную стоянку, пока этот вопрос решается, это протокол о задержании транспортного средства будет составляться. Если приедет. Если не приедет, то будем определять дальнейшую судьбу этого автомобиля, либо передавать ее. Хорошо, давайте я буду задавать более прямые вопросы. Скажите, пожалуйста, материал по поводу освидетельствования медицинского составлялся? Да. Направление на медицинское составляние? Да. Нет. Давайте я буду разговаривать. Копии материалов, протоколов были выданы моему доверителю? Да. Вам выдали что-нибудь? Можно посмотреть. Вот. Правильно понимаю вот этот документ? Акта свидетельства о состоянии алкогольного опьянения. Правильно понимаю? Да. Какие другие документы были выданы? Да. Какие еще документы были выданы? Все. Достаньте мне документы, которые вам выдал сотрудник ГИБДД. Никаких, вот мои все документы. Мне ваши документы не интересуют, мне интересуют только те протоколы, которые выдал сотрудник ГИБДД. Значит, мой доверитель говорит, что выдали только вот этот акт. 51АО 000398. Покажите просто оригинал, я под видео зафиксирую, какие документы вы выдали. Протокол об отстранении отбиравления транспортным средством. 51АНО Ульяна. Протокол об отстранении отбиравления транспортным средством от 27.08 в 5 часов 55 минут. Округленно в 6 часов. По классике, все вы по классике делаете, да? Ну, прекрасно. Давайте следующую. Вас выдать не научила предыдущая ситуация с вашим коллегой. Повторим. Акта свидетельствования. Останение опинения. Так, акта свидетельствования опинения. Так. Следование не проводилось. Так, 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 так. Придено. Так, 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 так. Ребята, куда же вы научитесь уже? Так, ну давайте следующий документ. Протокол о направлении на медицинское свидетельство. Угу. Понятно. Понятно. Ну я вам могу так сказать, что… А вот я вам сейчас как раз ничего не буду говорить. Я думаю, вы узнаете сами. Так, вот такой документ выдавался? Нет. Нет, да? Держите. Так, что еще есть? Протокол административного правонарушения. Вот. Уже даже протокол составили. Прекрасно. Так, 6 часов 40 минут. А посмотрите по исходящему. Во сколько вы мне звонили? Один скажу. Заведи машину. 7. 7. 12. У меня к вам большая просьба. Вот тот материал, который у вас имеется, который указан в протоколе об административном правонарушении, чтобы он был все-таки приобщен и видеозаписи не пропали. Не пропадут. Хорошо. Так, что еще есть? Ну понятно, с протоколом ознакомиться. Дальше что у вас есть? Дальше есть объяснение. Так, можно ознакомиться. Так, объяснение гражданки, которая с ним ехала и получается объяснение водителя. Вот это сверху кто написал? По существу заданных мне вопросов могу пояснить следующее. Я с вами не разговариваю, помолчите. Вы можете прочитать, что написано под вашими строчками? Вот это вы имеете ввиду? Вот это я имею ввиду. Вот это? Вот это, да. Как написал товарищ Тимур Тилманович, здесь отражено с моих. А что они делают? Это они мою машину эвакуируют или что? И его подпись. Зачем они мою машину эвакуируют? Посидите, посидите. Потому что данная статья предусматривает санкцию в виде задержания транспортного средства на специализированном состоянии. На каком основании сейчас мою машину отдаться буду? По этому объяснению остались вопросы? Это чьи объяснения? Это Тимура Тилмановича. Хорошо, давайте следующее объяснение. Вы можете пока приостановить эвакуацию до нашей с вами окончания разговора? Ты ее не задергать, вы ее сейчас повредите. Можете приостановить пока? Миша, попроси пока не грузить. Сейчас мы здесь закончим. Сейчас мы просто выясним все. Давайте следующее объяснение. Так это что? Это зачеркнуто или это почерки чьи-то? Это росписи, подписи. Ага. Городные. Ну, сейчас здесь ознакомиться с материалом. Потом дальше. Можете зачитать объяснение данного человека? 27.08.2023 года в 3 часа 52 минуты я сел в машину BMW X5. Госномер, я не помню, за рулем находился мужчина. Познакомилась я с ним на улице. Представился вроде как Тимур. Среднего телосложения. На голове волос нет, на лице есть щетина. В автомобиле я находилась на пассажирском сидении, была пристегнута ремнем безопасности. Повреждение получила от того, что сработала подушка безопасности. В машине мы находились вдвоем с Тимуром. С моих слов записано верно, но и прочитано. Ее подпись. На каком основании вы пришли к выводу, что мой подзащитный управлял транспортным средством, и вы вообще проводите все вот эти процедуры? Основываясь на объяснении данной гражданки. Вы только что под видеозапись озвучили эти объяснения. Ни слова не сказано о том, что они ехали, двигались и тому подобное. У меня к вам конкретный вопрос. На каком основании вы сейчас проводите все вот эти процедуры? Потому что я видел на видеозаписи с этого магазина, как данный автомобиль двигался, как попал в ДТП. В протоколе нету никаких видеозаписей. Вы ничего не прикладываете. Вы сейчас либо обманываете, либо пытаетесь меня вести в заблуждение. Покажите, пожалуйста, где повреждения у автомобиля? Каким образом вообще какая-то схема может ДТП составлялась? Вообще с чего вы взяли, что данным автомобилем кто-то управлял? Когда она садилась, автомобиль явно стоял. Правильно? Правильно. Иначе быть не может. Я сел в машину BMW. Номер я не помню. При этом даже непонятно какую машину. Ну ладно, будем предполагать, что в данный автомобиль. Что за женщина? К какому мужчине? Непонятно. Так, за рулем находился мужчина. Здесь сказано, что он двигался или тому подобное? Здесь не сказано. Не сказано. Хорошо, что хоть это понимаете. Где это происходило? Никаких обстоятельств нет. По поводу видеозаписи, которые вы говорите, они изъяты? Еще нет. Они будут изъиматься? Будет оставлен запрос, да. Не проводя административного расследования. Вы уже все составили, но материал только будет изыматься. А если он будет не сохранен? Люди предупреждены о том, что необходимо сохранить данную видеозапись. Я сомневаюсь, что вы запросите какие-либо материалы и вообще они будут сохранены. И вообще, у меня есть подозрение, что вы сейчас лукавите. Никаких обращений к данным товарищам, у которых якобы есть видеозаписи, не имеется. Если мой доверитель находится, предположим, в состоянии алкогольного опьянения, это еще не означает, что у вас есть законные основания направлять его на свидетельствование в медицинское учреждение. Водителем он становится с того момента, когда он управляет, а не с того момента, как он становится собственником своего автомобиля. Он сюда может приехать в нормальном состоянии, выпить и обратно уехать на такси, домой, как угодно. Либо там заказать услугу трезвого водителя и тому подобное. Я понял. Лично вы наблюдали, что мой доверитель, мой подзащитный был за рулем, управлял транспортным средством? Лично я нет. Хорошо. На камерах, о которых вы говорите, там на видеозаписи видно конкретно, кто был за рулем? Ну, если посмотреть повнимательнее, возможно, будет видно. Сомневаетесь в том, что вообще автомобилем управлял мой подзащитный? Правильно я понимаю? Нет, я не сомневаюсь. Я вам объясняю. Ну, вы видели? Я лично не видел его за рулем, я машину не останавливал. Вы лично не видели? На видеокамере вы своими глазами наблюдали основания, чтобы считать, что мой доверитель был за рулем? Лично вы смотрели видеозаписи или нет? Я лично смотрел видеозаписи для того, чтобы установить, был он за рулем или нет. Вы увидели на видеозаписях моего доверителя? Да или нет? Не увидели. Тогда возникает вопрос, на каком основании вы сейчас проводите все эти процедуры. Объяснение от гражданки было получено в медицинском учреждении, куда она была после ДТП с пострадавшими. Она была пассажиркой данного автомобиля. В больнице ее опросил другой инспектор. Вот то, что мы читали сейчас объяснение того, участник был опрошен данного ДТП, так сказать, пассажир другим инспектором. Ваше основание считать, что мой доверитель управлял транспортным средством. Первое, видеозаписи, на которых вы не видели моего доверителя за рулем. И второе, объяснение вот этой неизвестной женщины, которая дала объяснение о том, что она кому-то села в автомобиль, но при этом о том, что управлялся автомобиль, не управлялся, нет. Это есть, да. Объяснение есть. То есть только на этих двух фактах вы основываете свое подозрение в том, что именно данный гражданин управлял транспортным средством и, соответственно, ему вы предлагаете пройти медицинское освидетельствование. Правильно я принимаю? Я уже предлагал ему, да. Мы процедуру закончили освидетельствование. Вам известно вообще статья 1.5 КОАП? Любые сомнения трактуются в пользу моего подзащитного. На каком основании вы трактуете, что мой доверитель управлял транспортным средством? За рулем может быть любой человек. Он может прийти, вы знаете, разъяснение Верховного Суда на эту тему, что нахождение даже заведенным двигателем не означает, что человек управляет транспортным средством. Не означает. Я с вами согласен. Из объяснений следует, что тот человек, к которому села та женщина, не управлял транспортным средством. Ну и ДТП же произошло. Значит, было управление. Из того, что я вижу, ДТП произошло между двумя автомобилями, которые находятся на разных расстояниях, Схемы никакой нету. Пятью автомобилями. Пятью даже автомобилями. Ну, если вместе считать с БМВ повреждены. Раз, два, три, четыре. Ладно, давайте не будем все усложнять. Я вашу позицию понял. Вы управляли транспортным средством? Нет. Вот мой доверитель вам говорит, что он не управлял транспортным средством. Это известно мне с его объяснений, полученных мной. Но у меня есть и другие доказательства в данном материале. Какие доказательства? Объяснение гражданке, которая с ним ехала на пассажирском сети. Ну, вы же читали, вы же грамотный умный человек, там же не написано этого. Зачем вы сейчас вот это делаете? Что делаю? Ну, там не написано, что он управлял транспортным средством. Зачем вы сейчас передергиваете? Я ее лично спрашивал, она мне указала на него. В объяснениях этого нету. Ну, не я ее опрашивал. То есть, не вы? Не я. Я Бараков Григорий Васильевич. Вот этот акт не составляется. Изучайте нормативные документы. Давайте сделаем проще. Я сейчас просто отфотографирую все, да и все на этом. Кристофоли знаете, такого нет? Да. Еще работает? Уже нет. Следующий будете вы. Легендарная личность. Рад знакомству с вами. Вы совершили точно такие же нарушения, которые совершили они. Один в один. Один в один. Извините, я вам как представитель зачитаю права. Да, да, конечно. Значит, есть необходимость, да? Конечно, есть. Значит, в соответствии с КОАП РФ, статья 25.5, защитник и представитель, для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения, в производстве по делу административного правонарушения может участвовать защитник. Понятно, где-нибудь расписываться надо? Или просто зачитали? Просто зачитал, уже материал составлен, копия и выдам, поэтому... Ну, ты об этом, я считаю, идешь, чтобы это немножко несвоевременно было сделано. Ну, как-то вы появились. Я могу сказать, уже однозначно, что у вас это все посыпется. Только потому, что вы не умеете правильно составлять материал. Только вот на этом основании. Вы составляете эти документы в нарушении тех документов, на которые вы ссылаетесь. Потому что вы их даже читать не можете внимательно. Мы пишем со слов этих граждан, понимаете, и мы же не можем... Я говорю про составление документов. Вы их не составили грамотно, да. Конкретно. Я их зафиксировал на фото и на видео, поэтому я вам советую никаких дописок туда не делать. Нет, нет, я... Так вот, в том виде, в котором они сейчас уже у вас составлены, судья это все вынужден будет отказать вам. Вы смотрите, как говорите, мои видео, и вы даже не делаете работу над ошибками. Даже не делаете работу над ошибками. Я же там прямым текстом вот это все, что вы сейчас сделали, указал. И красочно, и там, и эмоционально, как угодно. И в разных видеороликах, и в суде, и у Мороз, и у Хуторцевой. Со всем уважением к вам я все прекрасно понимаю, но я работаю в соответствии с кодексом, с законодательством, а не с материалами из интернета, понимаете? Ладно, ладно. Я же руководствуюсь своими внутренними рабочими приказами службы. Это в том-то и дело, что вы не составили согласно этим документам. Черная барсетка, в ней находились карты, Альфа-банк, Дебетовая, кредитная, Сбербанк, Дебетовая карта, что еще? Да, куча. Это вы оказали. Это указали. Вспоминайте, что еще там находилось. В барсетке. А можете вспомнить, это 62 тысячи рублей. А какими купюрами? Пятитысячными. Пятитысячными. Пятитысячными купюрами и 500 рублей, ну, 1200-500-ками. Куда машину забирать? Домостроительная 13, корпус 1 в городе Мурманске. Увоз, спецстоянка. Когда забирать можно? Прямо сейчас. Логику включите. Зачем сейчас этот автомобиль везти на стоянку, чтобы его сейчас же там забрать? Прямо мгновенно. Я вам объясняю. Так кодекс предусматривает задержание транспортным средством. Он не предусматривает задержание в обязательном порядке. Это мера, обеспечительная мера. Чтобы исключить дальнейшие движения. Так он никуда не собирается. Вы его отстранили, во-первых. Вы, во-первых, его отстранили от управления транспортным средством. Это во-первых. А во-вторых, автомобиль никому не мешает. Он стоит на стоянке. На парковке, как угодно можно назвать. Вы посмотрите, кругом стоят машины на стоянке. Я вижу. Вот почему вы вот эти автомобили, которые вот видите помяты, там другие не эвакуируете? А их сейчас собственники заберут. Так и вот этот автомобиль заберут. Если в этом будет необходимость. Это не означает, что конкретно этот человек сядет за руль и повезет ее. Ну и не исключает такой возможности. Ну у нас и убийство не исключается возможность. Вы глупости-то не говорите. Вы сейчас о каждом человеке будете думать о том, что он преступник и это правонарушитель. Я вам объясняю. Просто отмените вот эту необоснованную эвакуацию этого автомобиля. С парковки. Эвакуацию отменяйте. Уже все, материал составлен, но уже помещается на... Так отменить материал. Вы имеете право в любой момент прекратить даже производство по делу. Он уже составлен должностным лицам. Но вы свои полномочия-то знаете, вы можете составить материал и потом его отменить. Понимаю. Ну так отмените вот эту вот эвакуацию. Вы понимаете, вы сейчас злоупотребляете своими полномочиями. Это 285-я статья Уголовного кодекса. Вы злоупотребляете. Да, у вас есть такое право, никто его не отменяет. Но вы необоснованно его применяете. Вы злоупотребляете. Может у вас сговор с этой вот компанией, которая бабки возьмет за платную стоянку. Вот эти 5 минут, которые он там постоит. Вы не говорите. 286-я, да. Это превышение полномочий. Мы сейчас говорим про злоупотребление. Я вас услышал. Отменяйте, глупости не делайте. Ну, материал не я составлял, поэтому несложно. Ну, позовите с моим спектром, давайте пообщаемся. Вы поймите, что вы делаете неграмотные вещи. Вы можете с ним пообщаться, пожалуйста. Позовите его от этого. Миша! Подойди с той стороны, пожалуйста. Да, в принципе, нормально, пускай так стоит. Михаил, можно вас спросить? Вот мы сейчас выяснили, что автомобиль могут забрать буквально там в течение пяти минут, когда он туда будет доставлен. Это так? Из ГИБДД. Из ГИБДД это мы куда, короче, автомобиль вот увезем? На домостроительную 13 корпуса. Ну, то есть, можно сейчас, как только отвезут, сразу же можно забрать. Заплатить бабло, забашлять и забрать автомобиль, правильно? Сначала разрешение получить на выдачу транспортного средства в ГИБДД, а потом ехать уже туда. Он должен ее забрать, когда протрезвеет. Да забрать может кто угодно, я могу забрать по доверенности. Понимаете, он не имеет никакого отношения с ним. Почему я должен с ним приходить? Я приду по доверенности и заберу. Я спрашиваю вас, на каком основании я должен переться в ГИБДД, на Карла Либних-то едем, и потом оттуда выедем за автомобилем. Проверили, все там в наличии? Она лежала, кстати, вот на месте, где вы сидели. А, вашего автомобиля? Вы, видимо, ее придавили немножко. Все? Ну, все проверили, все окей.